Был Рим, был большой, потом раз и исчез. Нужно поддерживать законы, нужно поддерживать в целом власть. Вот этих ***, чтобы больше их не было ***. Через год-два все наладится. Власть менять, систему менять надо. Прямо завтра, а то и с сегодняшнего дня. С нынешней ситуацией, надеемся, что да. Была Турция такая, тоже исчезла. Не очень хороший у нас народ стал. Естественно, при переменах каждый раз, когда что-то меняется в жизни человека. Поэтому мы ходим голосовать за них. Но есть же правители у нас высшие. Мы упрямо, терпеливые. И Россия может. Здравствуйте, какое будущее ждет Россию? Да понятия не имею. Хорошее. Хорошее. Кто будет делать хорошее будущее? Народ наш, русский народ. Народ делает, правительство сделает. Мы живем хорошо. Мы в гости приехали, живем очень хорошо. Сама светлая, надеюсь. А кто будет делать это светлое будущее? Путин. Уверены? Я уверен. А 22 года, как вам? Ну, я не могу сказать, но я надеюсь, что будет все хорошо. Но вы чего-то не хотели бы посмотреть? Нет, честно, мне все нравится, мне все устраивает. Такое, которое ей предрасположено судьбой. Да, согласна. Хорошее или плохое? Хорошее, наверное. А кто должен делать это хорошее будущее? Президент. Народ. Народ тоже, да. Наверное. Как думаете, придем к хорошему будущему с народом и президентом? Как получится? С нынешней ситуацией. Надеемся, что да. Россию? А вот вы скажите, что вот здесь за хуй делают. Вот этих хуй, чтобы больше их не было. А как вы думаете, кто во всем виноват-то в том, что происходит у нас в стране? В стране? Вот, допустим, мэр города Зеленграда. Не может поднять хуй и посмотреть, что это делается. Взяли ту платформу, сломали эту платформу. Пирамиды строят. Третью платформу закрывают. Вы как журналисты. Расплите их хорошенько. Новые технологии, представлены новых технологий. Ну вот у нас строят станцию новую. Так, эти станции вот строят. Долго очень, но что-то грандиозное планируется. Концепты, это очень красиво. Скажите, а новые технологии? Кто их должен изобретать, внедрять? Ну, наши ученые, которые много чего открывают. Вот лучший университет России. Там же собраны самые лучшие ученики. Вся надежда на них. Вас не пугает, что все ученики бегут сейчас за границу? Все ученые и программисты? Ну, они просто не видят тут уже ничего такого, потому что сейчас из-за войны, вот за этой, вот как раз. Они думают, что откуда они сбегут, там будет лучше. Но на самом деле-то не так. Надо быть патриотом своей страны. Даже в такие времена. Согласен. Наверное, нас ждет самое светлое и невероятное будущее. Но вопрос лишь в том, при каких ли обстоятельствах оно может случиться. Как вы думаете, при каких обстоятельствах нас ждет что-то хорошее? Естественно, при переменах. Каждый раз, когда что-то меняется в жизни человека, в природе, в науке, у нас происходит что-то невероятное и что-то прекрасное. А как вы думаете, когда наше общество наконец созреет до перемен? Я верю, что когда-нибудь. Не могу назвать точно цифры, чисел. Плохое. Что делать вам молодым и можно ли как-то этого избежать? Уезжать отсюда, по-хорошему. Нет надежды? У нас никакой. Есть, но я думаю, все же не стоит. Надо посмотреть, пожить. И все. Хорошее. А кто будет делать это хорошее будущее? Все. Россияне. А когда начнем? Ну, прям с сегодняшнего дня. Я не знаю. Отличное. Мирное небо и счастливые люди. А кто будет делать это будущее? А время сделает. Все расставит по своим местам. Светлое. Кто будет делать это светлое будущее? Все мы. Когда начнем? Мы уже действуем. Каким образом? А вот реконструкция. Это разве не шаг к светлому будущему? Да. Плохое. А что делать, чтобы оно было хорошее? Что делать? Власть менять. Систему менять надо. Как вы думаете, получится ли у российского народа и почему наше общество спит? Сложно сказать. Мы упрямо терпеливы. Это очень плохо. Об нас все руки вытирают, ноги вытирают уже. Не знаю. Какое будущее ждет Россию? Не знаю. Вот будущее России. Какое ты хочешь будущее? Я не знаю. Нормальное. А кто будет делать это нормальное будущее? Все мы. Все мы. Когда начнем? А мы уже начинаем. Какое будущее? Надеемся, хорошее. Как кто будет делать его? Люди и правительство. Когда начнем? Ну, можно прямо сейчас. Пока непонятно. Ну, думаю, что все-таки через год-два все наладится. А как это может наладиться? Вот что мы должны сделать для всего этого общества, люди, граждане? Что мы должны поменять? Объединиться, в первую очередь. И следовать какому-то четкому пути. Хорошее какое. А кто будет делать хорошее будущее? Не знаю. Кто мы, кто люди. Когда начнем? Когда уже начали. Уже начали, нет? Не очень пока заметно. Ну, почему же заметно? Понятия не имею. Какое будущее ждет Россию? Такое же, как и прошлое. А более что-нибудь лучшее мы увидим? Я же не могу предположить. Я не знаю. Просто у меня нет сведений. А судя по народу, не очень хороший у нас народ стал. Особенно в больших городах. Сельская местность гораздо чище и лучше. Ну, я тоже ее не знаю. Я знаю городское население. Не задавайте глупых вопросов. Потому что никто не знает, что, какое будущее. Все меняется в истории человечества, как известно. Например, был Рим, был большой. Потом раз и исчез. Была Турция такая, тоже исчезла. И Россия, может, она будет такой же, как сейчас. А может и больше. Хорошее будущее ждет Россию. А кто это хорошее будущее будет делать? Думаю, нужно... Все связано с законами. Нужно поддерживать законы. Нужно поддерживать в целом власть. Понимать, что к чему ведется. И все... Не сильно разбираться в политике, но понимать, что от нас требуют. Что от нас требуют? Правильность законов соблюдать. Вы считаете, всегда ли написанные законы являются правильными? Да. Я еще не видела истории, где законы как-то могли... Например, закон за лайк посадить человека в тюрьму. Или вот за высказывание посадить его на 7 лет за слова. Как думаете? Это правильный закон? Да, правильный. Вы серьезно так думаете? Извините, я вас просто не слушаю, мне нужно бежать. Хорошее. А кто будет делать его хорошим? Как все? Все, будем жить, как жили, как живем. Улучшения какие-нибудь? Вот это и хорошо. Вот это и есть. Хорошо жить, это... Есть это улучшение. Что будем жить хорошо. Когда будем жить хорошо? Все будет хорошо. С 1 ноября. Вы уверены? С этого года, да. А что произойдет 1 ноября, что мы вдруг станем? Будем кушать, чай пить и веселиться. Спасибо. Да, вот так. А что делать? А можно уже... Я уже на исходе, у меня ампутируют ножку. Хирург мне сказал, говорит, гуляющий до Нового года. Спасибо. Так что, не, надеяться надо. Как говорится, работай, надеяться и жди. Так что все будет хорошо. Какое будущее ждет Россию? Россию? Я думаю, хорошее что-нибудь. Конкретно не могу сказать. А кто будет делать это, что-нибудь хорошее? Что-нибудь хорошее? Зарплату дать пенсионеру побольше, а не на 15 тысяч. На 15 тысяч разве можно прожить вообще человеку? Залплатить за квартиру, за свет, за питание, еще одежда и лекарства. Как вы думаете, кто должен делать вот это хорошее? Кто должен повышать пенсии, зарплаты, увеличить уровень жизни? Я не могу назвать, что это за люди. Но руководители высшие. Вот они уже 22 года и как-то... Ну вот видите как. А мы прожили бы вы на 15 тысяч? Я нет, у меня мама пытается, но она тоже не может без меня. И все так бы сказали пенсионеры, что пенсия маленькая. Самая маленькая хотя бы дали 30 тысяч. Ведь вот взрослые, кто работает, они получают хорошую зарплату. Многие хорошо получают. Но у нас на 15 тысяч. За квартиру заплати, за свет заплати. И еще, извините, хорошо, что еще одежда есть на несколько лет. А так вообще, ну мало что-то. Купить из одежды тоже надо. И белье, и простыни, и пододеяльники еще. И все. И как жить-то? Вот и сидим, штопаем. А надо уже выбросить, пол мыть. Вы думаете, пора ли менять нам что-то в стране, чтобы вот так вот наши пенсионеры не жили? Правительство, власть, возможно? Ну решать-то они и будут, а не мы. Только избираем же мы их мы. Ну а что делать, если вообще не разбирать, не, как сказать. Поэтому мы ходим голосовать за них. Но есть же правители у нас высшие, которые, что, не знают, как пенсионеры живут? Или он не хочет знать? Я не знаю, как ответить вам правильно. Нужно высшему руководству как-то доводить все новости и все дела до молодежи. Они отработали, домой пришли, там дети, там школа, там еще что-нибудь. А надо как-то... Вот я работала, совещание было, в неделю раз обязательно. И высшее руководство, начальство я имею в виду, они нам всегда вот о работе поговорят, а потом начинают так. У нас такая программа, имейте в виду, кто не знает. Доводят до сведения до нас. Мы все знали, я сама. Сейчас я вообще ничего не знаю. Если только газету не прочитаешь, то там может и не быть. Как вы думаете, какое будущее ждет Россию? Не знаю, честно говоря. Не думаю, что светлое. А что должно произойти, чтобы оно у нас стало светлым? Или это уже невозможно? Сможем как-то мы на все это повлиять? Что-то изменить? Уже нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok